коллеги всем добрый день в общем-то рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре который посвящен инновационной экосистеме в городе хельсинки вот и возможности роста для международных компаний непосредственно финляндии большое спасибо что вы нашли сегодня время к нам присоединиться в общем то наверное не стоит говорить лишний раз что все же немножко устали от такого онлайн общения онлайн формата вот но к сожалению на данном этапе это пока что у нас такая единственная возможность пообщаться непосредственно с экспертами из хельсинки из москвы и в общем-то из петербурга вот сегодня вместе с экспертами мы обсудим особенности работы финской юрисдикции и евросоюзе вопрос налогообложения трудоустройства сотрудников вот так немножко поговорим про то как возможность получить доступ к государственному финансированию вот и в общем то о том как мы с вами можем минимизировать риски при выходе на в общем-то зарубежные рынки и в общем рынке мэндии в частности меня зовут владимир чапурно я представляю хельсинки центр в санкт-петербурге чуть позже покажу немножко презентацию нашу нашего хельсинки центра вот сейчас скажу пару слов про регламент сегодняшнего вебинара вот нас сегодня выступают четыре эксперта сейчас я их представлю совсем скоро вот если во время выступления экспертов у вас возникают какие-то вопросы то в общем правой части экрана внизу вы можете видеть поле чата вот и задавайте их туда мы постараемся на них ответить вот и после выступления у нас будет небольшая панельная дискуссия со всеми экспертами такой юный сэшен на вот теперь в общем то пробежимся по расписанию сначала как я же сказал сделаем небольшую презентацию хельсинки центр то чем мы занимаемся санкт-петербурге вот после меня выступит моя коллега из хельсинки бизнес-хаб мария мельникова вот который расскажет про экосистему города хельсинки вот после марии выступит карен григорян глава бизнес финланд в россии карен расскажет про в общем то то чем мы бизнес финланд может быть полезен вот и в конце у нас выступить или светковского светковская из нашей партнерской организации ван офис вот который тоже расскажет про то чем они могут быть полезны для компании которые планируют релокацию в евросоюз давайте я наверное сейчас пробегусь быстренько по своим слайдам расскажу про нашу деятельность хельсинки центра санкт-петербурге коллеги все видно да да все отлично отлично в общем-то хельсинки центр ведется свою деятельность в россии уже с 2008 года мы являемся официальным представительством города хельсинки в россии санкт-петербурге в частности часто бываем москве и других городах россии вот на данном этапе нас санкт-петербургском офисе всего трое вот у нас достаточно большая такая расширенная команда в которую входит том числе наши коллеги из хельсинки бизнес хаба из не по хельсинки мы очень плотно взаимодействием из бизнес финланд вот так же с финско-российской торговой палатой вот то есть такой у нас очень ладный сильный тимфинланд представлен в россии вот пару слов про нашу миссию вот есть у нас сейчас выделено два основных направления работа первое это взаимодействие между городами санкт-петербургом и хельсинки москву и хельсинки вот то есть такая деятельность по внешним связям вот так же мы активно работаем с российскими компаниями которые хотят двигаться в европу и в общем-то позиционируем финляндию как такое окно в европу для российского бизнеса вот помогаем российской компании найти потенциальных партнеров и инвесторов вот и третье направление это работа с медиа то есть чтобы нас видели нас узнавали вот подписывайтесь на наш фейсбуке instagram аккаунты у нас очень много всякой полезной информации как я уже сказал первое направление это городская дипломатия вот мы активно поддерживаем визиты наших коллег из города хельсинки в москву и в санкт-петербург вот на фотографии можете видеть встречу я на вопал лорис города хельсинки бургомистр города хельсинки с мэром москвы сергеем собянином вот к сожалению сейчас последнее время из-за всех ограничений такая внешняя деятельность немножко сократилась вот но мы всегда держим руку на пульсе и в общем-то планируем уже на следующий год какие-то такие активности надеюсь когда уже все привьются можно будет спокойно путешествовать границы откроет и все вернется в более-менее скажем так стандартное русло вот про работу с российскими компаниями вот мы достаточно плотно сотрудничаем с со всеми инновационными игроками представленными в санкт-петербурге и москве вот работаем не только со стартапами но из средним бизнесом задача у нас очень простая помочь растущим компаниям выходе на европейские рынки вот то есть как мы это делаем я как я уже сказал плотно работаем с этим финанс нашими партнерами вот для каждой компании у нас существует свой индивидуальный подход потому что невозможно всех подогнать под один шаблон вот устраиваем различные образовательные мероприятия вот на которых рассказываем на что стоит обратить внимание при выходе непосредственно в европу вот и в общем-то наш сегодняшний вебинар это как раз одно из таких мероприятий но естественно ждем всех гостей в финляндию на такие крупные мероприятия как slash arctic 15 в общем-то и много 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 всяких других про коммуникации медиа я уже сказал пожалуйста будем рады новым подписчикам в наших соцсетях в инстаграме и фейсбуке можете найти хельский центр санкт-петербурге вот много полезной актуальной информации мои контакты внизу владимир . чапурная собака хельсингеру если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста присылайте мне на почту вот и если нас сегодня слушают коллеги санкт-петербурга я с удовольствием встречу с вами непосредственно чем-то сум петербурге вот это как говорится были мои five cents и я в общем-то передаю слово моей коллеге из хельсинки бизнес-хаб мария мельникова и маша тебе слово спасибо большое владимир сейчас подключу презентацию видно да все супер отлично меня зовут мария мельникова как меня уже представили написано куда-то убежал меня зовут мария мельникова я старший советник организации хельсинки бизнес-хаб это агентство регионального экономического развития столичного региона хельсинки и наша главная задача помогать иностранным инвесторам инвестировать финляндию и помогать инновационным высокотехнологичным компаниям прийти и закрепиться в регионе и дальше же развивать свой бизнес через хельсинки через финляндию на глобальных рынках и наше внимание прежде всего сосредоточено на таких отраслях роста как информационно-коммуникационные технологии умные чистые технологические решения smart and clean и технологии в сфере здравоохранения какие сервисы мы оказываем мы оказываем прежде всего не финансовую поддержку таким компаниям и клиентам услуги наши безвозмездные и основные наши меры поддержки это предоставление релевантной информации и информационной поддержки аналитических справок помимо этого мы помогаем с организацией ознакомительных деловых визитов помогаем с нахождением и установлением контактов то есть находим правильных партнеров и помогаем наладить с ними связи также мы помогаем в тестировании и пилотировании инновационных технологий в нашем регионе с доступом к финансированию и со всем что связано с услугами мягкой посадки и наверное вам интересно в чем же секрет успеха финляндии как страны в целом и хельсинки в частности ну все уже наверное знают что кажется четвертый год подряд он признает эту страну самой счастливой в мире кроме того финляндии особенно в хельсинки находится самая сплоченная стартап экосистема шесть лет назад и в принципе шесть лет подряд финляндия лидирует по количеству инвестиционных проектов то есть прямых иностранных инвестиций сюда также финляндия была признана лучшей страной в мире для экспатов семьями и последние последние несколько лет она также входит в топ-3 самых инновационных стран в мире ну и в принципе ясно что финляндия имеет такую стабильную бизнес среду а также помимо этого довольно низкий уровень коррупции высокую прозрачность экономики многим наверное известно в россии в эстонии было много статей хайпа в медиа на эту тему что финляндия самая лучшая система образования и универсальная доступная всем системы здравоохранения здесь находится столичный отличный кадровый пул высококвалифицированных специалистов в сфере и кт и инженеров и кроме того специальная система государственной поддержки и бизнес финансы которые чуть позже расскажет мой коллега карен а также в хельсинки проводятся классные стартап мероприятия такие как слаж арктик 15 владимир же упомянул эти два хельсинки и стартап дэй также стоит упомянуть мероприятия power bear печень которые проводятся в городе олу все эти мероприятия очень важные для нашей финской стартап стартап экосистемы ну и заключение наверное многих многих пугает такая вот сложность финского языка из-за его необычности и практически отсутствия каких-либо аналогов но я бы просто хотела сказать что пугаться не стоит в столичном регионе более 90 процентов молодых людей говорит свободно на английском языке что очень облегчает ведение бизнеса ну и возможно кто-то из вас уже бывал в хельсинки или пролетом посещал аэропорт хельсинки ванта который также неоднократно признавался одним из лучших аэропортов в европе хельсинки это огромный логистический хаб и очень удобно и быстро именно через хельсинки лететь в азию много прямых рейсов по всему миру от лос-анджелеса сан-франциско нью-йорка до шанхая толки сингапура и других стран и я очень надеюсь что скоро уже наш аэропорт опять заработает в нормальном режиме надеюсь уже этим летом ну и конечно же очень удобное сообщение санкт-петербургом скоростной поезд аллегры который путь на котором в одну сторону занимает два с половиной часа и также паром сталином всего два часа в пути с точки зрения привлечения венчурных инвестиций опять же финляндия занимает первое место в европе по объему привлеченных венчурных инвестиций на душу населения теряю голос также стоит отметить что за последние десятилетия объемы венчурных инвестиций финские стартапы ранней стадии увеличились приблизительно в 10 раз и достигли отметки в почти 480 миллионов евро и 70 процентов всех сделок с венчурными фондами приходится именно на столичный регион 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 хельсинки Говоря об инновационной системе стартап экосистемы хельсинки она очень очень развита и в нашем регионе находится более 30 инновационных хабов инкубаторов акселераторов и если выделить несколько каких-то отраслевых то например можно упомянуть терко health hub это хаб для инновационных проектов в сфере здравоохранения на базе университета хельсинки далее например стартап-центр университета алто и один из лучших акселераторов в северной европе он называется киос опять же на базе университета ауто экс эду акселератор который специализируется на стартапах в отрасли образования и также многие другие не менее важные очень важное место в инновационной системе и стартап экосистеме региона хельсинки занимают тестовые лаборатории так называемые живые лаборатории living labs это площадки на которых стартапы хельсинки могут тестировать свои решения совместно с городом совместно с городской администрацией и несколько несколько примеров которые я бы хотела здесь упомянуть конечно же это смарт колосатома колосатома это целый новый район хельсинки где тестируются различные умные решения для умного города для smart city solutions также отдельное упоминание стоит полуостров ядкасари это тоже новый район кстати недалеко от нашего офиса и хельсинки бизнес хаб и там тестится решение в сфере мобильности для smart mobility и например смарт от оними это уже район в городе эспо но тоже в столичном регионе где располагается тестовая площадка для инновационных решений в сфере энергетики smart energy solutions ну и в завершении конечно же я бы хотела упомянуть сказать несколько слов о российских компаниях и командах которые успешно пришли в финляндию сюда в столичный регион и продолжают развивать свой бизнес как глобальные компании находясь здесь например начнем с компании сил тотал работающей сфере телекоммуникаций или многим известный case i-farm вертикальные тепличные фермы они запустили свою первую теплицу здесь в 2019 году и в том же году были признаны самым успешным стартапом в финляндии самокат sharing это первый пилотный проект первый проект самокат sharing ребята запустили тоже у нас в регионе в кампусе университета ауто яндекс такси небезызвестный которых мы поддерживали при запуске их сервиса здесь в хельсинки Acoustic Extra Freezing который развивает технологии моментальной заморозки продуктов с сохранением их свежести RentMoney онлайн-платформа для аренды всего и вся Quanti Engineering инжиниринговая компания и компания Primatec производитель промышленных красок очень широкий спектр компаний здесь представлены в качестве примеров которые у нас запустились Ну и на этом я заканчиваю свою краткую презентацию и буду рада продолжить общение с вами и естественно поддержать ваш кейс здесь в Финляндии так что спасибо большое за внимание передаю слово обратно Владимиру Маш спасибо большое за презентацию очень много информации коллеги не стесняйтесь задавайте ваши вопросы экспертам в чат мы на них ответим в панельной дискуссии Следующим выступающим у нас идет Карен Григориан из Business Finland Карен, тебе слово Да, спасибо большое Добрый день уважаемые зрители вебинара уважаемые коллеги Надеюсь презентацию тоже уже видно 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 Да, спасибо большое Да, ну я хотел бы начать наверное с того что сказал бы несколько слов об организации Business Finland что за организация и чем занимается это структура Министерства экономики и занятости Финляндии представлена там где как правило представлено посольство Финляндии и за рубежом и основные направления деятельности Business Finland это продвижение финского экспорта, финского туризма, инноваций и направление Invest in Finland это содействие иностранным компаниям в создании бизнеса на территории Финляндии, в инвестиционных проектах на территории Финляндии в России в частности Business Finland представлен в Москве, также моя коллега в Санкт-Петербурге и основная работа Business Finland в принципе построена по такой схеме, что мы начинаем общение с компаниями российскими, компаниями постсоветского пространства, с компаниями-проектами стран Восточной Европы открываем эту дискуссию, а потом уже подключаем наших индустриальных экспертов и я бы сказал самое главное ключевое звено это региональное агентство содействия бизнеса, которое представлено сегодня коллегами Фальсинки центра, Фальсинки бизнес хаб, так как они лучше всего знают положение дел на местах, вот наиболее близки к контактам, что дает возможность компаниям получить более подробную информацию еще на стадии, когда они не пришли в Финляндию и уже будучи финской компанией получить ту дополнительную информацию, которая позволит их бизнесу развиваться более успешно на территории Финляндии. Программа The Finish Startup Permit, The Finish Startup Permit Program, это программа запущенная Business Finland в 2018 году и суть этой программы на самом деле о том, что я думаю вы прекрасно знаете, что нерезиденты Европейского Союза при регистрации юридического лица на территории Европейского Союза им обязательно нужен в барде потенциально создаваемой компании резидент Европейского Союза либо юридическое лицо с территории Европейского Союза, иначе практически зарегистрировать компанию, тем более вот как следствие открыть банковский счет не представляется возможным. Программа The Finish Startup Permit Program, она как раз решает эту проблему, и она как раз таки в большей степени нацелена на решение данной проблемы, так же как и проблемы и вопросов более планового входа и запуска бизнеса через форматы финансирования. Но непосредственно о программе, на кого она нацелена и основной фокус программы. Это инновационные компании и под инновациям на самом деле имеется в виду, что компания имеет какое-то технологическое, не технологическое, какое-то новое решение, то есть мы не ограничены рамками какой-то отдельно взятой индустрии, но принципиальный момент в том, что новый бизнес, который приходит, он не давит на те бизнесы, которые уже существуют в экосистеме финской, и привносит что-то новое. Что-то новое, как уже сказал, в техническом, технологическом решении, в подходе каком-то. И это, конечно, должно быть формализовано в виде бизнес-плана, который будет прописывать путь компании по входу на территорию Финляндии. Ключевым моментом является то, что проект, стартап, за ним должно стоять не менее чем два фаундера. Может быть больше, но не может быть меньше. И так как это дает понимание финской стороне о том, что есть люди, которые реально будут реализовывать тот план, который у них есть. И, соответственно, им необходимо подготовить бизнес-план, который необходимо загрузить на веб-сайт Business Finland для того, чтобы Business Finland принял решение относительно того, имеет ли этот бизнес-план потенциал на реализацию на территории Финляндии как бизнес-проекта, либо нет. Тут я бы сказал такой важный момент, который необходимо отметить, то, что бизнес-план немного отличается от традиционного, скажем так, российского понимания бизнес-плана, потому что, в нашем понимании, он такой более тяжелый, он более, скажем так, с большим количеством цифр и более детально прописан. Что мы хотели бы видеть, это бизнес-план, который, на самом деле, включал бы в себя три ключевые части. Первая часть — это само вот инновационное решение, с которым компания приходит без каких-либо секретов, но чтобы было понятно, что это, что это за продукт, что это за решение. Вторая часть — это международные конкуренты, которые, как компания сама видит, присутствуют на международном рынке и с кем она планирует соревноваться за долю рынка. И третья, финальная часть — как компания будет работать, как она будет и планирует зарабатывать, как она и когда она планирует выйти на какую-то точку безубыточности. Вот такой бизнес-план должен быть сформирован командой и загружен на веб-сайт Business Finland. Как говорил, уже в течение двух недель команда, инновационная команда Business Finland, которая выносит решения, она предоставляет электронное решение основателям проекта, где все те люди в случае положительного решения по бизнес-плану, которые обозначены в бизнес-плане, они обозначены в этом положительном решении, что дает им возможность в дальнейшем подать заявку на веб-сайт иммиграционной службы в Финляндии и получить вид на жительство. И уже будучи обладателями вида на жительство, они могут самостоятельно зарегистрировать юридическое лицо на территории Финляндии, не прибегая к поиску третьих увлеченных лиц, таких как резидента Европейского союза либо юрлица в территории Европейского союза. Еще одним важным моментом является то, что доля владения фаундеров в бизнесе должна быть не менее 60%. Могут быть бесспорно привлеченные инвесторы уже в проекте, но доля владения должна быть у фаундеров не менее 60%, чтобы было понимание, что они действительно стоят за принятием решения касательно развития бизнеса в перспективе. Основные ключевые шаги по The Finish Startup Permit Program и взаимодействие с миграционной службой Финляндии. Первую часть мы уже проговорили касательно вынесения решения команды Business Finland. Следующий этап – это подача документов на веб-сайте миграционной службы. В Финляндии есть специальный раздел The Finish Startup Permit Program, который именно зарезервирован для представителей команд, которые получили положительные решения от Business Finland. И, соответственно, туда они могут подать заявку, но заявка подается персонально, физическим лицом, членом команды, получившим положительное решение по проекту, но индивидуальная заявка. И, соответственно, миграционная служба в срок максимально до 4 месяцев, ну, как правило, на практике это случается гораздо быстрее, выносит решение о предоставлении либо не предоставлении вида на жительство. Взаимодействие также максимально электронное, то есть нет никаких физических визитов. Единственное неэлектронное взаимодействие – это после получения положительного решения по бизнес-плану представителям команды необходимо посетить посольство либо консульство Финляндии за рубежом с тем, чтобы в консульском отделе их могли идентифицировать как тех людей, которые, собственно говоря, и являются членами проекта. И после этого они могут продолжить процедуру о взаимодействии с миграционной службой в Финляндии по получению вида на жительство. Сама программа «The Finishing Act Act Permit Program» не имеет каких-либо финансовых предусловий по участию, однако есть определенные финансовые предусловия по самой процедуре вида на жительство. И она подразумевает, согласно веб-сайт миграционной службы в Финляндии, что претендент на получение финского вида на жительство должен показать свою финансовую независимость, исходя из расчета 1000 евро на человека в месяц. И обычно предполагается, что по программе «The Finishing Act Act Permit Program» изначально можно получить двухлетний вид на жительство. Соответственно, сумма не менее 24000 евро. У нас из практики были случаи, когда у представителей команд у них были чуть меньшие финансовые средства на начальном этапе, но не меньшие, чем равные одному году финансовому. Соответственно, они получали вид на жительство на один год с правом дальнейшего продления. Соответственно, в идеальном случае при двухлетнем получении ВНЖ либо однолетнем есть возможность продлить его на дальнейший срок, максимально на срок последующий до двух лет, и выйти на постоянное ВНЖ в перспективе, если есть такие потребности, и на финское гражданство. Также программа дает возможность ревоцировать вот тех обозначенных членов команды, которые готовы будут реализовать бизнес-проект на территории Финляндии, и члены их семей также могут к ним присоединиться. И уже будучи обладателем ВНЖ, они могут свободно развивать свой проект на территории Финляндии и свободно перемещаться по территории Европейского Союза с тем, чтобы в дальнейшем развивать свой проект не только на территории Финляндии, но и на всей территории Европейского Союза. Финансовые опции от Business Finland, они на самом деле включают в себя финансовые инструменты, предоставляемые Business Finland, но в первую очередь они ориентированы на Research and Development. И, скажем так, все проекты финансовые, все инструменты финансовые, предоставляемые Business Finland, они могут быть предоставлены только финскому юридическому лицу. С тем, чтобы получить данное финансирование, надо сначала стать финским юридическим лицом, но никто не ограничивает более глубокое ознакомление либо какими-то консультациями с нами еще до того факта, как представители проекта команды станут финским юридическим лицом с тем, чтобы в дальнейшем можно было более плавно подойти к вопросу данного финансирования. Финансирование, как таковое, грубо можно разделить на три части. Это грантовые программы, программы софинансирования 50 на 50 и льготного кредитования по ставку менее 1% годовых. Все финансовые программы от Business Finland, они подразумевают то или иное финансовое участие и со стороны представителей проекта. Ну, как пример, я возьму финансовую программу Tempo. Это грантовая программа, которая подразумевает порядка 30 тысяч евро финансовых средств, которые вкладывают представители проекта, и они могут получить 50 тысяч в виде безвозвратного гранта от Business Finland. И, как сказал уже, данные финансовые средства могут быть потрачены на научно-исследовательские разработки, но также могут быть использованы на выходы на новые рынки, на тестирование, пробирование и привлечение экспертов для данного тестирования и пробирования. Это то, что касается финансовых программ. Мои контакты. Буду рад ответить как сегодня, так и в дальнейшем, если вдруг какие-то вопросы возникнут позже. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Карен, спасибо за презентацию. Очень подробно. Так, ну пока вопросов никаких нет у нас в чате. Коллеги, не стесняйтесь. У нас, в принципе, времени еще много. Вот, спрашивайте, если что-то интересует, мы всегда с радостью ответим. Давайте я тогда перейду к нашему следующему выступающему. Следующий выступающий. Юлия Светковская из OneOffice. Юлия, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Еще раз благодарю всех за участие в этом вебинаре, за возможность представить нашу компанию. Вот, сейчас я тоже поделюсь своим экраном нашей презентацией. Видно презентацию моя, да? Да, да. Спасибо большое. Ну, как Мария уже упомянула, почему, собственно, Финляндия? То есть, уже много было сказано о том, что Финляндия является одной из самых счастливых стран. Также географическая и культурная близость к России очень важна, потому что все же схожесть в чем-то менталитетов и возможность общаться на родном языке, на самом деле, безумно важна. Вот, конечно же, преимуществом Финляндии является политическая стабильность и открытость экономики. Также важно отметить развитую инфраструктуру, вот, и благоприятный бизнес-климат. В последнем рейтинге легкости ведения бизнеса, который проводится ежегодно мировым банком, Финляндия была на 20 месте из 190 стран. Поэтому это уже очень-очень хороший показатель. Вот. Потом, ну, опять-таки, Мария упомянула, что отличное авиасообщение, например, что аэропорт Хельсинки является прекрасным хабом, вот, что тоже очень важно, если вы планируете какие-то бизнес-поездки из Хельсинки. Ну, и немножко представлю, представлю нашу компанию. Вот. Я представляю компанию «Один офис». Это группа компаний. Главный офис у нас находится в Эстонии. Второе увеличение офис в Финляндии. В Финляндии мы уже работаем с 2009 года. Помимо Финляндии и Эстонии мы также работаем в странах Прибалтики. Это Латвия, Литва, Швеция и Великобритания. Поэтому наши услуги также могут быть интересны тем предпринимателям, которые планируют выход на другие рынки в других странах. Потому что во всех этих странах мы оказываем услуги как регистрации компаний, так и налоговое консультирование, бухгалтерских услуг и юридических услуг разнообразных. Поэтому это может быть интересно. У нас работают около 40 специалистов во всех странах. Вот. Мы обслуживаем больше 4000 компаний из 70 стран мира. И что также важно, почти практически все наши клиенты, можно сказать 95%, они являются нерезидентами. То есть мы знакомы со спецификой работы с иностранцами, какие мы понимаем, какие могут быть потребности. Ну и собственно, с чего начать? Если вы только планируете начинать свой бизнес за рубежом, тогда очень важно проделать домашнюю работу. Потому что на самом деле информации в интернете очень много, но тут очень важно понимать, насколько она актуальна. Потому что некоторые источники могут быть устаревшими. Поэтому, конечно же, мы всегда советуем обращаться либо смотреть сайты государственных учреждений, чтобы получать, собственно, информацию из первых рук. Либо же обращаться в такие компании, как наши, сервис-провайдеры, либо же в такие прекрасные организации, как Helsinki Business Club за самой последней информацией. Поэтому с чего бы вообще начать? Конечно же, очень важно определить модель вашего будущего бизнеса и составить бизнес-план. Очень важно изучить обязанности, которые возникнут у вашей компании в Финляндии и у вас лично, как у учредителя компании. Очень важно изучить требования, поскольку некоторые виды деятельности предусматривают получение лицензии. Таких видов деятельности на самом деле не так-то и много, но очень важно понимать это перед началом регистрации компании. Ну и, конечно же, очень важно понимать, какое будет налогообложение компании. Очень важно перед регистрацией компании изучить рынок, потому что то, что может быть актуально и востребовано в России, может совсем не найти отклик в Финляндии. Ну и, конечно же, если вы планируете уже расширять свой существующий бизнес, нужно проверить эту же нишу в Финляндии. Опять-таки, очень важно найти провайдеров услуг, которые вам просто помогут и проведут вас по этому пути регистрации компании. Очень важно определиться с организационно-правовой формой компании. Ну, здесь на самом деле все просто. Форма – это «УЮ», это аналог российского закрытого акционерного общества. Вот. Выбрать имя компании, что, казалось бы, элементарным, но на самом деле, во-первых, такое имя уже может быть зарегистрировано, либо же название компании может быть уже зарегистрировано торговой марки. Поэтому это тоже желательно проверить изначально. Ну и также, что немаловажно, стоит узнать возможности банкинга, потому что многие считают, что если они регистрируют компанию в определенной стране, они автоматически получают, ну, может, не автоматически, но очень просто открыть счет в банке. На самом деле это не так просто. Особенно в Финляндии банки открывают счета только резидентам Финляндии. Поэтому это стоит изучить, но, опять-таки, не стоит этого бояться, потому что, помимо таких традиционных банков, сейчас очень много финтек-провайдеров, которые оказывают услуги онлайн-банкинга. И, по сути, они достаточно, ну, в принципе, могут заменить обычные традиционные банки. Поэтому мы всегда советуем изучить эти возможности перед регистрацией компании. Так, что учитывать? Опять-таки, коллеги уже упоминали, что для того, чтобы зарегистрировать компанию, есть определенные требования к составу правления компанией. Я об этом поговорю чуть-чуть позже. Обязательно является наличие юридического адреса в Финляндии. Ну, это стандартное, наверное, требование во всех странах. Бухгалтерский учет является тоже обязательным, так же, как и подача годового отчета. Я поговорю об этом далее. Уставной капитал сейчас является 0 евро. То есть, по сути, уставной капитал не нужен для того, чтобы зарегистрировать компанию в Финляндии. И, по сути, это одно из больших преимуществ, в отличие от других стран, где капитал нужен даже перед регистрацией компании, либо же выплата в течение первых лет существования компании. Сейчас поговорим о требованиях к правлению компании. То есть, в финской компании, с ограниченной ответственностью, нет, так сказать, генерального директора, как в России. Решение принимает коллективный орган управления. Касательно основного требования. То есть, в компании, в правлении компании должно быть минимум два члена правления. Это директор, то есть, как председатель правления и его заместитель. Требование состоит в том, что оба эти человека должны быть резидентами Евросоюза или Европейской экономической зоны. Какая же есть альтернатива? Альтернатива в том, что если в правлении будет три человека, тогда только один человек обязан быть резидентом Евросоюза либо Единая экономическая зона. И, конечно же, желательно, чтобы это был резидент Финляндии, поскольку, опять-таки, если вы захотите открыть счет в банке, то это будет возможно в этом случае. Что важно, нет определенных требований к заработной оплате. То есть, заработная оплата, она определяется коллективным договором между работодателем и профсоюзами. Как я упоминала, адрес для компании обязателен. Этот адрес является публичным, он будет в торговом регистре. Конечно, если у вас есть, допустим, офис в Финляндии, вы планируете арендовать офис, вы можете использовать этот адрес. Либо же, если у вас есть, допустим, квартира в Финляндии, этот адрес тоже можно использовать для регистрации. Но для компаний, которые не планируют хотя бы на первых этапах иметь физический офис в Финляндии, тогда мы предлагаем виртуальный отпуск. То есть, по сути, это будет адрес для регистрации и куда вы будете получать всю корреспонденцию. Бухгалтерский учет и отчетность. То есть, как я уже упоминала, введение бухгалтерского учета является обязательным и за организацию бухгалтерского учета отвечает руководство компании. В каком случае оно обязательно? Когда у компании есть регистрация НДС и зарплаты. То есть, в таком случае компания должна подавать ежемесячную отчетность. Годовой отчет является также обязательным. В Финляндии нет статуса неактивной компании. То есть, даже если ваша компания не вела деятельность в течение отчетного периода, отчет все равно должен быть подан. Уставной капитал, как я упоминала, уже 0 евро. То есть, нет требований выплачивать уставной капитал, прежде чем распределять прибыль из компании, что является таким достаточно серьезным преимуществом Финляндии в отношении к другим странам. Налогообложение – это всегда вопрос очень комплексный и сложный, поэтому мы всегда обязательно советуем, прежде чем регистрировать компанию, брать консультацию налогового эксперта, юриста в этой сфере, чтобы полностью понимать свои обязательства и обязательства компании. Обязательно перед началом деятельности компания должна получить определенные налоговые регистрации. Это регистрация плательщика НДС, регистр предоплаты и регистрация работодателя, если у вас есть сотрудники в Финляндии. Налоговое резидентство. То есть, если у вас есть сотрудники, которые работают в других странах, заработная плата и распределенная прибыль, она облагается налогом в России. Но что хорошо, что у России и Финляндии подписан договор о избежании двойного налогообложения. Касательно НДС, стандартная ставка НДС составляет 24%. Есть уменьшенные ставки для определенных категорий деятельности. Налог на прибыль составляет 20%. Опять-таки, социальный налог, он зависит от места жительства сотрудника. Ну, опять-таки, какие практические шаги? Мы, наша компания, мы предоставляем платформу для регистрации компаний. То есть, заполняя форму у нас на сайте, вы потом просто заполняете все формы вашей информации, вы получаете регистрационные документы, вы их подписываете, отправляете нам обратно сканированную копию. То есть, в Финляндии не нужно подавать печатные документы, все можно подавать онлайн. И, на самом деле, это очень удобно, особенно сейчас, в таких сложных условиях с коронавирусом, с закрытыми границами, это огромное преимущество. Что вам мало того, что не нужно физически присутствовать в Финляндии, вам также не нужно подавать бумажные документы. Ну, собственно, все. После регистрации компании вам нужно будет открыть счет и начать свой бизнес. И, опять-таки, несколько слов, почему один офис. Мы поддерживаем все виды деятельности, мы можем обслуживать компании, которые занимаются практически всеми видами деятельности, легальными, конечно же. Вот. У нас есть… Мы работаем с 2009 года, поэтому у нас уже есть значительный опыт работы с налоговыми и торговыми регистрами. И, как я упоминала, почти все наши клиенты являются нерезидентами, поэтому мы знакомы со спецификой работы. Платформа MyOneOffice – это, можно сказать, личный кабинет, где вы можете, в принципе, управлять своей компанией. Там вы будете видеть все данные о вашей компании. Туда же вы будете получать вашу почту. Там же вы будете видеть все дедлайны по отчетности. Также есть возможность введения бухгалтерского учета, то есть там есть доступ к бухгалтерскому программному обеспечению, где вы можете создавать инвойсы, к примеру. Очень много функций. Еще вот вдобавок о MyOneOffice, то есть наш слоган нашей компании и особенно платформы MyOneOffice – это home for your business. То есть, по сути, то, что я упоминала, что, заходя в свой личный кабинет, вы можете полностью видеть все данные о вашей компании. И, что тоже немаловажно, мы перешли к абсолютной автоматизации. То есть, когда ваша компания получает какое-либо письмо, это письмо сканируется и автоматически добавляется в нашу платформу. То есть, что соответствует GTPR-правилам, и мы не отправляем почту по имейлам или по каким-то небезопасным путям. То есть, все будет в вашем кабинете в MyOneOffice. Ну, и касательно стоимости, наверняка всем тоже интересно, регистрация компании. То есть, регистрация компании стоит 495 евро. Сюда уже включена государственная пошлина, которая составляет 380 евро. Адрес мы юридически предоставляем на год. Он тоже, стоимость услуги составляет 495 евро. И 300 евро стоят все налоговые регистрации. Наши специалисты, они помогут, на самом деле, вам понять, какие регистрации вам нужны, все подскажет. И также в нашем портале, когда вы будете регистрировать компанию, на самом деле там очень много подсказок, там очень много всплывающих окон. И если даже вы не знаете, как заполнить ту или иную форму, вы боитесь ошибиться, там будут подсказки. Также есть возможность live-чата, то есть мы будем помогать вам онлайн. Так что не переживайте с регистрацией компании, мы вам поможем сделать этот процесс как можно более простым. Ну и на ежегодное обслуживание, что также важно понимать и учитывать перед регистрацией компании, как я упоминала, обязательным является подача годового отчета. Вот подача отчета и налоговой декларации составляет, начинается от 720 евро. Ну и опять-таки юридический адрес, это услуга, которую мы предоставляем на год, 495 евро. Ну опять-таки мы рассматриваем каждого клиента, кейс каждого клиента отдельно, поэтому обращайтесь к нам, мы подскажем, поможем, какие регистрации вам нужны и проведем вас по этому процессу. Поэтому будем рады. Благодарю за внимание. Вот мой имейл. Если вам нужна будет наша консультация, мы будем рады всем ответить. Спасибо большое за возможность. Да, Юля, спасибо большое за вашу презентацию. Тоже, я думаю, что всем было очень полезно. Коллеги, смотрите, у нас пока что нет вопросов из аудитории. Давайте, наверное, я начну. И такой первый вопрос, вопрос, скажем так, со звездочкой. К нам недавно пришел запрос через нашу форму в интернете. Человек хочет открыть свой музей в Хельсинки. Вот, Карен, Маша и Юля, вот как вы думаете, с чего ему начать? Маша, давай с тебя. А можно уточнить музей чего? Хотя бы. Насколько мне известно, там картины и голограммы. Вот, то есть такая достаточно интересная история. Хорошо. С чего начать? Начать, наверное, с письма мне непосредственно, чтобы я могла понять лучше сам бизнес, саму идею. Почему человек выбрал Финляндию, почему, допустим, он хочет в Хельсинки. И если действительно хочет открывать свой музей непосредственно в Хельсинки, тогда мы проходимся по сервисам, которые мы сможем ему предоставить, чем помочь, с кем связать, какое финансирование приблизительно он может получить, на что рассчитывать. Вот с этого можно было начать. А дальше уже, наверное, по стартап-пермиту и по практической части открытия бизнеса, наверное, мои коллеги Карен и Юля могут дальше подсказать. Спасибо, Маша. Карен, да, как ты думаешь? Да, ну я думаю, как раз таки со стартап-пермитом немножко скользкая тема, потому что, ну, конечно же, если голограммы инновационные, вот тогда да, то тогда бесспорно это укладывается в трек пермита. Но если так без шуток, то, конечно, я хотел бы сказать, что компании необходимо было бы сделать какую-то предварительную работу, ну, по нашему опыту, как мы знаем, взаимодействие с компаниями. Тут ситуация всегда разная. Некоторые достаточно фундаментально подходят к этому вопросу и прорабатывают все детали. Многие представители компании, они, скажем так, ну, не так глубоко прорабатывают эту тему. Поэтому на самом деле вопрос достаточно серьезный с той точки зрения, что мы, конечно, рады всегда помочь всеми нашими возможными сервисами, но предпринимательство – это всегда определенная доля риска, и поэтому нужно посмотреть, кто есть на рынке, вне зависимости от того, какая это индустрия, будь это музейное дело либо какая-то другая отрасль, кто присутствует на рынке, вот что, как, вот какова ситуация. И вот, как минимум, приняв во внимание вот эту информацию, потому что мы можем со своей стороны только оперировать какими-то такими готовыми исследованиями, чем мы рады поделиться с компаниями. Но если в той или иной отрасли у нас нет ничего такого готового, то, соответственно, наше участие не будет таким вот глубоким в данном вопросе. И тут компания должна самостоятельно сделать свою часть работы, прощупав рынок. И тогда уже мы будем рады всеми нашими сервисами помочь. Да, Карен, спасибо тебе за ответ. Это очень такое точное замечание, что, естественно, прежде чем обратиться к нам, компании должны сделать какое-то домашнее задание, подготовиться, изучить немножко рынок, и, в общем-то, после этого проще будет работать всем, и нам, и компании в том числе. Ну, у нас с коллегами такого опыта еще не было, с кейс, так сказать, с музеями или похожими какими-то там выставками или еще чего-то. Юля, скажите, пожалуйста, а у вас среди клиентов были такие обращения похожие? Да, очень много разных обращений с музеями не было, но было, по-моему, с выставками. Да, вот проведение каких-то выставочных мероприятий. Ну, тут опять-таки, вот как Мария сказала, что мы всегда просим прислать очень детальное пояснение планам и в чем будет заключаться деятельность, потому что, мне кажется, вот в музеях, вот Карен упомянул, что если это какие-то инсталляции, я говорю, там, какие-то, тогда это одно дело. Ну, вот я думаю, что если это, допустим, произведение искусства, то здесь очень важно понимать, это же, наверное, интеллектуальная собственность или какое-то нужное разрешение от, собственно, от творца определенного произведения. Поэтому тут очень важно понять, как этот музей взаимодействует, собственно, с, не знаю, что есть эта картина с художниками. Ну, и опять-таки, вот то, что я говорю, в таких больших проектах очень важно связываться, ну, так сказать, с государственными учреждениями, с первоисточниками. Если это музей, возможно, стоит связаться с Министерством культуры и понять, какие вообще разрешения нужны для такого вида деятельности. И опять-таки, организационно-правовая форма, здесь я не уверена, что это должна быть компания с ограниченной ответственностью. Возможно, это должна быть вообще неприбыльная организация. Ну, то есть важно понимать, какие цели преследует этот человек, который планирует такую интересную деятельность Финляндии. Да, и спасибо за ответ. Это тоже очень тонкое замечание, что, конечно же, всегда должна быть какая-то конечная цель, к которой вы идете, к которой вы стремитесь. И когда у вас сложилось понимание, чего вы, в общем-то, хотите от своей деятельности Финляндии, надо начинать какое-то движение, потому что, ну, просто так открывать компанию Финляндии, в общем-то, смысла не имеет. Потом будет просто больше проблем с ее закрытием. Коллеги, не стесняйтесь, у нас еще время на то, чтобы услышать от вас вопросы. Пока в чате так немножко тихо. Маша Карен, в общем-то, всегда актуальная тема с открытием банковского счета. Я вот не знаю, может быть, при использовании сервисов типа OneOffice этот процесс как-то упрощается, ускоряется, может быть, через какие-то личные контакты. Юля, на вашем опыте как вы считаете? Мы сотрудничаем с несколькими финтек-провайдерами, такими как Pioneer и TransferWise. Сейчас WISE уже. Вот. И по большому счету, ну, в связи с тем, что не так многое среди наших клиентов является резидентами в Финляндии, и поэтому, в основном, все они пользуются этими финтеками. И, ну, на самом деле, они уже доказали то, что они абсолютно заменяют счет банки. Я понимаю абсолютно желание клиентов открывать свои счета в традиционных банках. Это совершенно понятно. Но сейчас, опять-таки, мир меняется, и вот такие финансовые решения, они достаточно нормальная практика. Как я упомянула, мы сотрудничаем с WISE и с Pioneer. И вот, допустим, если вы регистрируете компанию на нашем портале, вы там после прохождения всех регистрационных форумов, потом у вас будут дополнительные услуги. И вы можете поставить отметку, что вы хотите открыть счет в WISE или в Pioneer. Это не означает, что счет будет открыт автоматически. Опять-таки, очень важно понимать, что все эти институции, у них свои отдельные верификационные процедуры. То есть у них есть тоже процедура KYC, и окончательное решение будет, конечно же, за ними. То есть, когда вам, ну вот, на секундочку, когда просто предлагают открытие компании с банковским счетом, но здесь стоит быть осторожными, потому что сейчас в Финляндии, так же, как во всей Европе, очень ужесточилось законодательство и надзор над банками. Поэтому, когда предлагают компании уже с открытым счетом, но здесь стоит быть все-таки осторожными. Ну, вот такая ситуация. Спасибо. Каран, пожалуйста, твой комментарий. Да, на самом деле, Юля все подробно рассказала, мой короткий комментарий мог быть таким, что все же не надо отказываться от идеи открытия традиционного банковского счета. Да, это на практике не всегда однозначно. Да, действительно, общая ситуация немножко усложнилась, но в любом случае на практике компании, с кем мы работаем, да, если банк видит, что, как уже говорил, вот рассказывая о программе The Finish Startup, примите программу, когда это уже резиденты, когда они присутствуют постоянно на территории Финляндии, то тогда это уже немного другая ситуация. Конечно, банки осторожничают, когда собственники компании не присутствуют постоянно на территории Финляндии, и это зачастую бывает условием либо не открытия банковского счета, либо последующего закрытия уже открытого банковского счета, если собственник не пребывает постоянно на территории Финляндии. Но если ситуация все же иная, и собственник планирует пребывать постоянно на территории Финляндии, то определенно имеет смысл назначать вот эти вот собеседования с банками, с традиционными банками и двигаться по этому направлению. Я тоже могу. Да, Карен, согласна абсолютно. Могу добавить только то, что, конечно, когда поступает заявка в банк на открытие счета просто в новой компании, которая только зарегистрирована с учредителями и нерезидентами, ну, конечно, банки будут осторожны. Но если вы уже ведете какую-то деятельность, если вы показываете какие-то финансовые результаты, если вы уже подавали годовой отчет с хорошими результатами, тогда, конечно, банки будут по-другому абсолютно рассматривать заявку. Поэтому абсолютно согласна, что пытаться открыть счет стоит. Спасибо, Карен, спасибо, Илья. Да, действительно есть такая практика, в общем-то, к сожалению, закрытие счетов нерезидентом. Вот поэтому еще раз надо все тщательно спланировать, обдумать, прежде чем двигаться в каком-то направлении. Маша, ты еще хотела что-то добавить? Я хотела добавить, но Карен потом очень хорошо все это рассказал и упаковал. И мне уже не осталось как бы ничего ценного добавить. И да, действительно, ситуация с банками неоднозначная не только в Финляндии, но и в других странах Евросоюза. Поэтому, безусловно, не стоит отчаиваться. Надо пытаться открывать традиционные счета в банках. Если это не получается, есть онлайн-банкинг. Если это не получается, есть финтек-сервисы, о которых упомянула Юлия, что, в принципе, тоже не ограничивают работу компании на территории Финляндии. Поэтому разные возможности есть. Но, безусловно, как Карен упомянул, если вы уже резидент, если компания уже запущена работает, это облегчает банку принятие решений. И, может быть, при открытии счета вы должны немножко думать, что банк от вас ожидает и как они принимают решения и подготовиться к разговору в соответствующем образом. Спасибо, спасибо, Маша. Вопрос к тебе, в общем-то, следующий был. У тебя есть достаточно богатый опыт работы в финских регионах. И когда компания рассматривает возможности релокации в Финляндии и выбирает между, например, столичным регионом Хельсинки и регионом каким-то подальше от столицы, с точки зрения экономии понятно, что за пределами Хельсинки это будет дешевле. В Хельсинки все-таки есть своя определенная экосистема, свой вайп. С твоей точки зрения, как найти вот этот баланс экономии или все-таки быть в центре всех событий? Я, прежде всего, думаю со стороны клиента, где ему будет полезнее находиться, потому что Хельсинки, безусловно, центр всего, это столица, богатая там экономическая, культурная жизнь и так далее. Но у каждого региона есть тоже своя специфика, и это стоит понимать, что если это, допустим, фармакомпания, то можно задуматься о регионе Турку, например, если это компания, занимающаяся мобильными технологиями, хардвор, ну, железом разработкой этих составляющих, то, может быть, подумать о регионе ОУ непосредственно, потому что там очень сильная экосистема в этой индустрии, например. То есть я отталкиваюсь от желаний и возможностей клиента, соответственно. Если он хочет сразу заходить в Хельсинки, то, безусловно, то есть я буду только рада предоставить сервисы мягкой посадки. Но если ситуация неоднозначная, я проконсультирую со своей стороны и, возможно, направлю его к моим коллегам из регионов, чтобы его тоже проконсультировали о сильных сторонах региона потенциального для лендинга непосредственно этой компании. Спасибо тебе за такой открытый, в общем-то, достаточно откровенный ответ. Действительно, несмотря на то, что организация называется Хельсинки Бизнес Хаб или Хельсинки Центр, мы не только привлекаем компании в Хельсинки, и все зависит от желания клиента, от его возможностей. Если мы видим, что, например, для каких-то клиентов будет полезнее релацироваться с другой регион, мы, естественно, этому препятствовать не будем, потому что все мы являемся одной большой семьей под брендом Team Finland. Думаю, что Карен меня в этом поддержит. Да. Да, я извиняюсь, что перебил, но на самом деле мой очень короткий комментарий мог бы быть только таким, что действительно это, опять же, вот на более раннем этапе нужно чуть более подробно прорабатывать и общаться со всеми с нами, потому что мы как бы готовы к таким комментариям. В Финляндии такое имеет кластерное распределение, и вот, как Маша уже упомянула, там с той же фармой идти в Лапландию, ну, наверное, будет проблематично, потому что, наверное, этот регион в большей степени комплиментарен туризму, и в дальнейшем сотрудников, специалистов, которые будут сопровождать эту компанию, работать в этой компании, в этом регионе, будет найти сложнее, означает дороже, это означает, что и продукция конечная будет стоить дороже. Поэтому это вот та часть предварительной работы, которую нужно сделать обязательно, еще даже на более раннем этапе задумываясь о входе в Финляндию. Прошу прощения. Вот так. Вот так. Нет, Карен, все очень в точку, в тему. Вот. Смотрите, ну, в принципе, можно потихонечку заканчивать, потому что у нас в чате сейчас вопросов больше никаких я не вижу. Вот. Остается только с моей стороны поблагодарить всех участников. Мария, Юлия, Карен, спасибо вам большое за организацию такого мероприятия, за возможность. И, естественно, всех будем рады видеть в Финлянде. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо. Да.